Параграф 11. От Альп до Сицилии. Объединение Италии. Вспомните, какие изменения произошли в Италии в ходе революционных событий и наполеонских войн. Италия в начале XIX века. Наполеон I перекроил карту Италии, но Венский конгресс 1815 года во многом вернул ее прежние границы. Италия оставалась по выражению «метерниха» географическим понятием, то есть политически раздробленной. На юге располагалось Неаполитанское королевство, в центре – герцогство Парма, Модена, Тоскана и Папское государство. На севере – Пьемонт, Сардинское королевство. Ломбардия и Венеция – самые экономически развитые итальянские земли, находились в составе Австрии. На троны вернулись прежние династии. Режим реставрации во многих итальянских землях напоминал возврат к прошлому гораздо больше, чем во Франции. В Сардине было возвращено старое законодательство и восстановлены цехи. В папском государстве даже запретили прививку против оспы и уличное газовое освещение, как ересь французского просвещения. Напротив, в бывших странах просвещенного абсолютизма – Парме, Тоскане, Ломбардии – многие новшества революционной и наполеоновской эпохи сохранились. Политическая раздробленность дополнялась экономической, мешали многочисленные таможенные границы. Только по реке По их было 80, то есть в среднем каждые 8 километров. Особенно отсталым являлся полностью аграрный юг Италии. На севере передовой отраслью было производство шелка сырца, поставляющего в Англию и Францию. Промышленная революция началась с запозданием, поскольку у каждого отдельного государства не было возможностей для ее активного развития. Затронула она лишь текстильную отрасль, однако и там преобладали ремесленники и надомники. Металлургия и машиностроение развивались слабо, в том числе из-за недостатка железной руды и угля. Первая железная дорога была построена в 1839 году. С конца XVIII века началось Ресерджемента – возрождение, движение за объединение Италии. Возникли тайные организации карбонариев, стремившиеся к введению в итальянских государствах конституций. На некоторое время слово «карбонарий» превратилось в обозначение вольнодумца и революционера, известное по всей Европе. Неслучайно Фамусов в «Горе от ума» говорил о Чацком «Ах, боже мой, он Карбонарием». Карбонарием в молодости успел побывать даже Луи Наполеон. Движение карбонариев сыграло существенную роль в надвигающейся революции. Революция начала 1820-х годов в Средиземноморье. В начале 1920-х годов по странам Средиземноморского бассейна прокатилась волна революционных выступлений. Их общей причиной было недовольство старыми порядками, а в некоторых странах к этому добавлялись национально-освободительные мотивы. Главный импульс пришел из Испании. В ходе борьбы с Наполеоном здесь в 1812 году была принята либеральная конституция, ставшая образцом для конституции многих стран мира. Само слово «либерал» первоначально означало сторонников именно этой конституции. Впоследствии из испанского оно постепенно перешло в языки других народов, включая русский. В 1814 году конституция была отменена, и в Испании восстановился старый порядок. Это вызвало серьезное недовольство в обществе, приведшее в январе 1820 года к революции. Большую роль сыграли военные заговорщики во главе с Риего. Успешный опыт военного заговора в Испании оказал влияние на деятельность декабристов в России. Опасаясь негативного развития событий, король Фердинанд VII был вынужден восстановить конституцию 1812 года и создать Кортесы – испанский парламент. Однако в рядах революционеров не было единства. Умеренные стремились к компромиссу с королем и не желали опираться на народ, в то время как более радикальные группы искали поддержку в народной среде. Между тем монархи крупных европейских держав не желали дальнейшего распространения революции. Александр I под впечатлением от восстания Семеновского полка в октябре 1820 года заявил французскому послу, что порядок в Испании будет восстановлен в любом случае – вместе с Францией, без Франции, вопреки Франции. По решению Конгресса великих держав в Вероне 1822 года весной 1823 года в Испанию вторглись французские войска. В итоге в 1823 году революция была подавлена. Под непосредственным влиянием Испанской революции в августе 1820 года началась революция в Португалии, где также важную роль играли военные. Помимо либеральных требований, революция была протестом против английского засилья. Со времен борьбы с Наполеоном страной фактически управлял английский маршал, она подвергалась и экономической эксплуатации со стороны Англии. После победы революции в Португалии был создан парламент, принята конституция по образцу испанской, а в деревне ликвидирована барщина. Англичане изгонялись из страны. Однако весной 1823 года один из португальских принцев поднял мятеж, положивший конец революции. Под впечатлением от Испанской революции 1820 года в Италии и в июле 1820 года Карбонария и военные заговорщики подняли успешное восстание в Неаполитанском королевстве. Король Фердинанд I был вынужден согласиться на созыв парламента и принятие конституции. Дальнейший ход революции напоминал произошедшее в Испании. В рядах революционеров возник раскол. В конечном счете революция была подавлена австрийскими войсками по решению Конгресса великих держав в Лайбахе в 1821 году. В 1821 году революционные выступления произошли и в Греции. В отличие от других средиземноморских держав, главной целью национально-освободительного движения в Греции, которое тоже часто называют греческой революцией, было достижение независимости от Османской империи. При решающем участии России в 1830 году эта цель была достигнута. Революция 1848 года в Италии. Важнейшими причинами неудачи революции... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова